Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, конечно, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Даже глаза не могу открыть, представляете? У нас сегодня вот такой погоды, вот прям такой погоды не было очень давно. Я сегодня проснулся в 7 утра. Обычно такого не бывает вообще. Выхожу на балкон, а там просто голубое небо. На небе нет ни облачка. Друзья мои, я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, который будет точно классный. Не знаю, что нас сегодня ждет, но мы сегодня едем в Анталию, потому что сегодня день рождения у прекрасной Совки, дочь Антона и Юли. В общем, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. И, конечно, когда такая погода, наш двор выглядит особенно прекрасно, потому что горы, вот эти вершины все потрясающие. Папа, какие мы сейчас еще дальше уедем, что там будет? Куда уедем? Ну, мы же в Анталию сейчас поедем. Ну, там будет жесть, бетонная. Для того, чтобы нам поехать в Анталию, нужно взять тачку. Именно этим сейчас и займемся. Дима меня добросит сейчас до города, вот так вот, а я закрою ворота. До центра за сотку можно? Заходи. О, что это за ковры у тебя тут? Купил ковры бумажные? После мойки. Здорово. Едем. Че это? Поздоровайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот все люди на работу едут. А Слава куда едете? Я? Машины брать в аренду. Я богатый человек. Как всегда отдыхать, да? Да, как всегда отдыхать. Ну, и потом поедем в Анталию отдыхать. Кемер уже надоел. Как может Кемер надо есть? Ну, надо смотреть что-то новое, поедем в Анталию. Ты просто еще не знаешь всех мест здесь. Каких? Каких подворотин я здесь не знаю. Каких подворотин? Ну, вот, например, знаешь, что есть секретный пляж в Бельдиве? Где? В Бельдиве. Там так и называют секретный пляж? Да. Самый секретный пляж в Кемере я уже открыл. Нет, ну, там тоже прикольно. Там старая дорога. Когда едешь по побережью, они сделали тоннель. И ту старую дорогу забросили. И там, короче, пешком идешь, где-то 20 километров, проходишь через тоннель, тоже старый. Прикольные виды, классные. И в итоге там в конце спускаешься в закрытую тоже пухточку, классный пляж. Туда, кстати, на... Может быть, на тарталетке доехать. О, то, что значит, на днях доедем. Сегодня погода классная. Может быть, завтра будет тоже классная погода. Значит, отправимся. Вот так. Ценники, кстати, на тачке сейчас тоже очень сильно поднялись. Ну, то есть, машина сейчас равно квартира. Ну, видимо, из-за того, что сезон. Но вот мы в этом прокате уже брали тачку. Думаю, кто за нами следит, смотрит, видели и помните. Написал ему же. Вот. В итоге за повторное, как говорится, обращение сделал небольшую скидочку. И вот сейчас его жду. Но пока жду, решил дойти до этого, до банкомата, снять наличку. Потому что здесь интересная история, когда ты переводишь по... Ну, на другую карту, да, человеку. Даже в тот же банк все равно. Банк всегда берет комиссию. То есть, если у нас там СБП, да, там закинул, комиссии никаких нет. Здесь комиссия всегда есть. Но учитывая, что я нахожусь возле банкомата, поэтому решил, что нужно дойти и снять немного кэш. Время 9 утра. Но жара. Да, мы очень скучали по такой погоде. Потому что, да, что-то так пасмурно-пасмурно. А тут наконец-то, наконец-то. Так, все. Переходим. Кэш нарулили. Идем теперь подписывать документы. Брать машину. И отправляться в путь. Документы подписали. Деньги отдал. Сейчас иду принимать машину. И нам повезло. У нас снова эта же машина. Конечно, да, рекомендую осмотреть всегда, да, чтобы там, ну, типа вот эти вот штуки есть. Они и тогда были. Но тем не менее, да. Лучше все, как говорится, всегда фиксировать на видеокамеру. Всякие там минусы, которые у нее существуют. Машина низкая. У нее тут с двух сторон пороги загнут. Я надеюсь, он нам этот сейчас положит сюда запаску. Ой, не запаску, а хотя бы этот насос. Наверное. А этот насос есть? Насос. Да. А то мало ли снова. Что-нибудь. Короче, кто не смотрел выпуски, гляньте. У нас, короче, лопнуло колесо. Не знаю, что мы поймали, либо там что-то было. Прям на трассе. И мы меняли вот это вот. Вызывали вы изношеномонтаж. Точнее, вот он вызвал. Очень быстро, оперативно там приехали. Вот. Я надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Тогда мы брали вообще на неделю машину. Сейчас там только на один день сгонять, на день рождения. Забираю уже машину. Сейчас мне Нурья дает ключи. Вот сам Нурья. У нее, помимо, кстати, машин, есть еще и трансферы. Из аэропорта сюда, в Кемер и в пригороды, правильно? Я здесь. Так, пробег 52. 880. Старт. Топлива мало. А, понял, топлива 5.0. Окей. Все, хорошо, спасибо. Удачи. Спасибо. Так, все, едем за своими, отправляемся в путь, в путь, в путь. Блин, было бы, как было бы круто, если бы они еще давали бы машины с полным баком. Это было бы вообще великолепно. Ну, либо хотя бы там хоть сколько-то было, потому что вот так вот стрелка лежит. Я уже думаю, может быть, все-таки сначала на заправку заехать, а потом поехать за своими. Сейчас подумаю. Почти сразу возле проката есть заправка. Вот она, шеловская. Сейчас на нее и заедем сразу. По топливу. Топливо сегодня 20.45. Дизель 20.50. Нам нужен бензин. Сейчас покажу заодно, как здесь в Турции заправляются. Здесь, короче, смысл в чем? Если вы платите по карте, то идете в этот, в кабинку. Если наликом, например, как сейчас я, то просто даете заправщику, он фиксирует номера машины и заливает. Все делает сам абсолютно. Здесь еще есть в заправках бонус, но чаще всего это делают, моют все стекла. Вот, я надеюсь, нам 200 лир хватит туда-сюда скататься. Все залили. 200 лир это получилось, короче, 10 литров. Не знаю, у нее расход примерно на литров 12, наверное, на 100. Возможно, хватит. А возможно, заправимся еще. Упаковываемся, закрываем багажник. Все рады машине, очень рады. Ой, совсем скоро мы нашу ласточку заберем. Ребята, парам-пам-пам. Тыкс, все, садимся и поехали в Анталию. Мы, кстати, с собой взяли шорты плавательные, да, купальники. Потому что сегодня прекрасная погода и я думаю, что нужно обязательно искупаться. Тем более, например, на Канинты мы не купались ни разу. Смотрите, как сегодня красиво. Вон, вся Анталия сегодня видна вообще. Абсолютно вся. Какая большая. Да, сегодня видимость вообще потрясающая. Ой, как ни одного лодочка. Ни одного дождя. Все же, мы в Анталии. Добро пожаловать. Вроде ребята говорили, что мы пойдем в парк Ататюрк. Вообще нам еще в том году рекомендовали. И, собственно, здесь торговый центр, чтобы купить подарок. Здесь же вот прям сразу же находится парк Ататюрк. Собственно, прикольно. Изначально пойдем в торговый центр, чтобы купить подарок, как я уже сказал ранее. Вот так немножко обидно. Как гулять в парке, так жара стоит. Как хочется на море купаться, так погода пасмурная. Но идем спасаться от жары в торговый центр. Здесь, кстати, Мигрос. Вот за моей спиной. Не просто Мигрос, а 5М Мигрос. Видимо, он какой-то очень-очень большой. Причем самое интересное то, что там даже большая выставка велосипедов. Ну, это вот огромнейший просто. Многими любимая Зара. Запрещеночка. Кому что привезти, говорите. Глаза разбегаются сразу. Особенно у Мирошки. Как много всего. Вот как у Мироши. Да. И приставка. Прикинь, приставка. Да, и приставка. Ой, молодцы. Настенка что-то выбрала. Какой-то наборчик. Здесь в торговом центре такая выставка. И здесь, короче, один стол. Все книги на русском языке. Я Настенку говорю, ты знаешь, кто это? Это Вердинг Галактика. Кто загнал вас? Большой минус. Какая? Давай, покажи. Вот. Это подарок, да? Номен Зара. Это Ян Килимпина. Вау, слушай, как прикольно. Прикольно, да? Это вот как? Вон всякие детские книги, короче, есть. Слушайте, прикольно. Вон словарь турецкого языка. Не-не, Мирошка, глазками, сынок, пожалуйста. Смотрите, сколько книг. Вот они все, 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 все на русском языке. Может, мы сейчас что-нибудь даже возьмем. О, тут что такое? О, это типа книги, смотрите. Какие стоит? Типа книга. Прикольно. Слушайте, настолько крутая выставка. Здесь такие классные книги. Да, но ценники, короче, просто. Смотри, левая стычка такая тоненькая книжка. Смотрите. 340 лир. Почти полторашка. Да. Все, все не классно. Но в целом... Не, просто вот, допустите, смотрите, моя большая энциклопедия. Смотрите, какая. По технике, да? Сколько стоит? 705 лир. Вот так вот. Ну, да, видимо, видите, их привезли. Из России. А кто? А, ну, это наши издательские, да. То есть, привозят вот так вот, выставляются. Ну, молодцы, слушайте. Здесь, на самом деле, вот в Турции, когда живешь, очень сильно не хватает всяких таких книжек, чтобы почитать. Да даже детских, вон. Дональд Трамп. Искусство сделки. Вот так вот. 40 правил любви. Кому книжку? 40 правил любви. Ты знаешь, Настенка, 40 правил любви? Нет. Серьезно? А первое, знаешь, какое правило? Нет. Причем, самое интересное, иностранная литература. Вот, пожалуйста, книги по 30, по 40, по 20 лир. Вот, пожалуйста. 40 лир. И все такие цены. А вот российские книги, вы цены видели сами. У нас парни хотят такую себе приставку взять, Nintendo. Вот мы тестируем, сейчас в магазине стоим. Кому интересно, здесь бокс игры 13. Приставка вот такой формат, 13 лир. И вот такой 10 лир. А если просто ее брать, то вот 80 лир. Да, парни? Вот, короче, баб, я теперь буду копить. Прямо без остановки, даже ничего покупать не буду. Вот я думаю, весь осенью как раз накоплю. Как-то в выпуске я рекомендовал одно заведение, называется Пидем. Где мы бы только не покупали пидешки, ребят. Пидешки сейчас начинаются от 80 лир. Здесь начальная цена на пидешку 39 лир. Это уже плюс кока-кола 0,3. И эти мерджемеки, супы, да, имчорба мы брали. Обычно сейчас цена 45, самый дешевый. Средняя цена 50. Здесь он 25. И здесь с нами проверенная, кстати, тоже еда. Вот мы здесь сели за столик. Ресторанный дворик. Нам дали вот эту штуковину, которую должны запишать, когда все будет готово. Вот, сейчас нам принесут. Покажем, что мы будем есть. Да? Ну вот, посмотрите, какая поляна. Две огромные пидехи. Это, кстати, картошка, мясо. Короче, вообще круто. Вон еще две колы и четыре супа. Вот с такими булочками подают. И все это дело вышло на 194 лиры, понимаете? Вот так, вот нам приятного аппетита, будем кушать. Теперь ждем, пока Мирошка наиграется. Да, Мироша? Да. Вот он вроде парк, но здесь дорогу вообще никак не перейти. Поэтому мы решили попробовать проехать. И если что, на крайняк Мирошка заодно уснет, поспит. Перед развлечением. Мы подъехали. Здесь, походу, еще и парковка платная. И, походу, вход тоже платный. А, вот они, всякие разные аттракционы. Че, сколько стоит? Не знаю, смотрите, поставьте на паузу. Но кассы, как я понимаю, пока тоже не работают. С 15 до 14. Короче, здесь, на самом деле, сейчас без переводчика я не разберусь. Надо сначала почитать. Перевел я, в общем, все здесь информацию. В будние дни он работает с 15. В выходные он работает с 14. Это, да, это действительно все цены на все аттракционы. Это покупка карты. 100 лир, 10 лир в подарок. 1000 лир и 200 лир получаете в подарок. Ну, сейчас уже все вместе встретимся тогда и пойдем непосредственно покупать. И парковка тоже, кстати, 30 лир. Началась набережная Канилты. Здесь вот где-то можно машину поставить. Сейчас будем искать место и отправляться купаться. Будем, так сказать, в море ждать открытия парка. Здесь прям красиво. Прям очень. Идеально. Просто припарковались. Давайте, выходите. Опа. Морецкие здесь шикарнейшие виды на горы. Здесь рейстики. Туда-сюда. Класс. Что, коляску берем? Так, берем, короче, все содержимое багажника и идем купаться. Говорите, какие здесь прикольные навесы, лавочки, тенечек. Пожалуйста, футбольная площадка функционирует. Справа море. Слева, правда, застройка. Ну и ладно, зато там горы. За моей спиной все видно. Класс. Вот он парк. Набережь здесь великолепно. Начинается от центра и вот так вот двигается, двигается прямо сюда. Каниллский парк, да? Вообще шикарно. Вот мы здесь скатались с тобой, да, Тём. И вообще, это, пожалуй, самая лучшая набережная, на которой мы когда-либо гуляли. Такой вид, такое прекрасное море. На набережной есть все что угодно. Она открытая. Вот отсюда даже можно увидеть вот этот берег. Ну, собственно, там где-то... А, здесь отсюда видно, смотри, Настена, видно водопад Дюден. Дюден. Дюденский водопад. Вон он вдалеке. Прикольно, слушайте. Очень мощный. Клево. И вот он пляж. Это отельный какой-то. А у нас такой вот пустенький. Жара, конечно, сегодня конкретно. Вот прям, знаете, такой август или июль. Люди купаются. Класс. Сейчас тоже быстро переоденемся. Видите, душевые есть, переодевалки. Сейчас быстренько переоденемся и пойдем тоже купаться. Парни уже побежали. Мирошка, пойдем купаться. Мироша, пошли купаться. Пойдем. Так, повторюсь, мы ни разу здесь на этом пляже вообще не купались. Это получается у нас первый раз. Правда, нырять с камерой не буду. Не охота, потом микрофоны забьются. Да, просто. Ты куда поплыл-то? Ой, круто. Здесь море, кстати, очень синское вообще. Да, Темка? Ой, красота. Вот кто спрашивает, как теплое, не теплое. Вон, посмотрите, все купаются, заплывают уже далеко. О, море теплое. Мне кажется, уже градусов 26-27. Тепло? Тепло? Да. Предыстория. Мы поехали в Анталию, и в итоге Настенка забыла купальник. И поняли это, когда только пришли на пляж. В итоге я Настенку отправил в магазин. Иди, говорю это, покупай себе купальник. А вот она идет. Переоделась уже даже. Ну вот, пацаны, побежали сразу встречать. И маленький. Ну вот, я же говорил, что здесь продаются. Вон, Родионечка говорит, мама, какая ты красивая. Ты сам красивый. Или там несколько по распродаже было. Ну, видишь, все, молодец. Все, пойдем купаться? Пойдем. Пошли. Повай. Пойдем. Купаться, пойдем. Мирош, пошли купаться. Пойдем к нам. А он не хочет ни в какую. Ни в какую не заходить. Пойдем, пойдем. Все, забегай. Мирошка вырубился. И, скорее всего, Родион сейчас тоже вырубится. Прямо вот так вот. Ну, возможно, и Темка вырубится. Балдежники. Да? То есть он тоже продолжает спать. Представляете, по-моему, второй раз в жизни у нас получилось Мирошку уложить на руках и переложить в коляску. Тем самым мы можем даже все вместе покупаться. А так вот. Это что было? Дайвинг, дайвинг. Да, Родик. Вот так вот. Атмосфера канулты просто решает. Так, Темка. Что, вон Темка. Прямо меня забудем показать. Ну, что поделать. Растылек недалеко. Накупались. Наплескались. Теперь едем развлекаться. Опа. На тракционы. Не сможем. Давай. Оп, оп, оп. Слышка. Оп, оп, оп. 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 Все. Все, ставьте. Все происходит. Все, налетайте. Умирожий трон. Да. Вот так вот. Вот все здесь круто. Но переодевалка так воняет, что уж ты даже пацанов не стал туда заводить, переодевать. Ужас. А здесь, смотрите, все. Людей становится больше. Все сидят, отдыхают вот так вот на стулечках. Смотрите, как классно здесь. Короче, кто не был здесь, обязательно приезжайте, отдохните, покупайтесь. Здесь, кстати, стойки Wi-Fi есть, бесплатно раздается. Все четко. Мы снова возле торгового центра. Вот, пожалуйста. Это здесь мы оставляли машину, только, ну, он там подальше. Аттракцион уже работает. Вот, посмотрите, пожалуйста. Видите, крутится. Надо на нее сходить, да, и Стемку пустят, будет очень круто. Но единственное, что там парковка закрыта. Почему-то на парковку не пускают, поэтому оставляем здесь, берем с собой коляску. Все нужные приколюхи и будем отправляться. Все, оделись, перенарядились. О, Мирошка, красавчик, Настенка, кого? Че ты, там даже как раньше, Валлаф, голову мыли в таком душе, только шампуньки не хватило. Че ты в самом деле-то? Все, идем искать Софийку, вручать ей подарки, а потом идем на аттракционы, тратить их деньги. Вот так вот. Американские горки! Да, пацаны, заказывайте много всего вкусного, мороженых и так далее, и тому подобное. Понятно? Потому что сегодня платят другие. Да, Антоха сегодня платит, поэтому его надо разорить как следует, чтобы ему жизнь медом не казалась. А то вот он тусует с одним ребенком, сегодня у него будет плюс три, и он поймет, что такое многодетство. И как это? А он же знает, что ты будешь софией кататься на таких бортах. Сейчас мы ему устроим. Ты все это, Юля на шапке? Самбат! Кто? Чувствовал? Это какой-то самбат. Я не понял. Ой, Антоха. Это понимаешь? Я немножко в туалет не это, неудачно сходил. Чувствуй, чувствуй. Все, я понял. Сейчас придет. Вы на день рождения приехали? Мы приехали, да. На аттракционы, чтобы мы платили денег. О, она и она. О, привет. Так, а вот снимай. Привет, с днем рождения. Спасибо. Да ладно, идти ко мне маленькой. Мирон, дари. Так, Мирошка, дари скорее подарочек Софии. Дай тебе. Днем рождения. Спасибо большое. Дари, Мироша. Софии, давай. Давай, Софийская. Это тебя ты можешь сделать? Ого, у вас подарков, ничего себе. Это называется небольшие, да? Небольшие. Нормально. Доброе дождение. Доброе дождение, Мирошка. Ничего страшного. Ма, все, как отменить с дождением, что нам тебе подарили? Дай угадай, это новая сумка. Двигаемся в парк. Так, это надпись Анталия. Славян, где мой телефон у меня? Мы сегодня были в магазине. Она стоит только 10 рублей. Девочка-радуга, как дела? 10 тысяч рублей. Ну-ка, покажи карточку, как выглядит. Дай посмотреть. Нет. Дай посмотреть. Ага, сейчас воруешь. Да я просто для контента украду. Нет. Сюда, я тебе покажу. Нет. Подожди, 10 тысяч. Вот, вот, смотрите. Вроде. 10 тысяч. Вот так вот. Сегодня выпуск прям первого раза. Первый раз на этом пляже купались. Первый раз идем в этот парк. Первый раз в Афике на день рождения. Первый раз идем вот по такому вот мосту пешеходному. Несколько раз его показывал, что там эскалаторы нас поднимают. Вот, с Мирошкой. Видите, так вот двигаемся. Сегодня все, первый раз. Ребята, коль мы находимся в Анталии, я прям с удовольствием хочу вам порекомендовать корень любви. Тромедия, которая будет в Анталии. В общем, ребятки, приходите. Билетики вы сможете купить по ссылке в описании. Оставил там. Где же мы можем встречаться, как не здесь, в Анталии? Вот, пожалуйста, наши соседи, Лиза. Все на день рождения Софийки. Всем привет. Давай. Все, пошли. Мне нравится, молодец. Если у вас есть какие-то дела, то можете оставить. У меня есть дела. На камеру поснимаешь. Давай. Давай. Мирошка. Убери. Сейчас я вам все расскажу. Давай. Здесь есть горки. Пакет. Аттракционы. И покатушки. И мужик, смотри, какой здоровый. Да, все есть. Ну что, дети, добро пожаловать. Так, Мирошка, давайте сразу в комнату Страха. Серьезная полицейская за моей спиной. Вы что, да, люто выглядит? Вообще. Да. Крутит, как крутит своими полицейскими полицейкостями. Да. Первый аттракцион. Комната Страха. Готовим детей. Сейчас увидим. Вроде бы это комната Страха. Давайте, надевайте, ребятки. И вогнали. Лиза, Лиза, держи. Я уже приеду. Я ей дам еще один. Ребят, я вам не еду. Комнату Страха первой. Все, я код. Да код тебе. Надевай. Я код. Я код. Все, пошли. Во, садитесь прямо на первую. А вы не заметили, что он там ребенок в коляске? Не, не, не. Мы специально же тебе оставили. А, смотри, он там один сидит. Пока все в комнате Страха. Мирошка вон на машине. Да, сынок? Что хочу сказать. Здесь прям прикольный парк. Вот именно для детей. Не для более взрослых, а вот прям для детишек. Куча вообще аттракционов. Не знаю, насколько на сегодня хватит. Сколько пройдем аттракционов. Но вот начинаем с малого. Прошли в другую комнату. Здесь такие, как в торговых центрах, стоят автоматы. Чисто покрутить, порулить. Вот такая комната. Выдали каждому по жетону. Будут развлекаться. Темка с совкой полетели. А Родика не пустили. А Лиза почему-то не хочет. Ооооу! Ничего себе! Да! Ооо! Темка пока катался, тапки разлетели со все стороны. Вот раз. Вот второй тапок. Прикиньте. Тем, вон тапок. И вот второй. Ооо! Я не так вижу, папа, не так круто! У нас, короче, так сильно жарко, что невозможно кататься на аттракционах. Поэтому все, мы снова перемещаемся в торговый центр. Это жесть. Я говорю, вот тут было пасмурно. Новый. Короче, здесь из стопов есть, конечно, штуки, на которые дети не пускают. Например, даже вот эта вот штука. Вот она реально классная. Он там разматывает. Но я думаю, что мы в следующий раз сюда сходим. Возьмем с собой Влада. Мы с ним уже проверяли наши способности. Безэмоционально кататься на всяких этих штуках. Я там выпуск прикреплю с парка Легенд. И здесь тоже что-нибудь попробуем. Возле парка, смотрите, есть банка с такси. Вот ты нажимаешь, такси подъезжает буквально через пару минут. Но самое интересное, это цены. До Сиде 1200 лир. Это примерно 60 евро. Ага. Потом в Аланию вы сможете уехать почти за 100 евро. 10 тысяч рублей в Аланию. А я тебе могу больше сказать. 14 лир в километр. И можете просчитать, когда приедете, прилетите в Турцию. Но нормальное такси, нормальное такси. Везет за 9 сейчас по счетчику. Вот, это так тебе. Как лайфхак. В аэропорту, да, 14? Везде 14. Нет, мы же ездили. Я смотрю, проезжает 10 километров, 150 платишь. Потому что 10-ка в начале. Мы в Стамбуле даже делали. Нам тоже заряжали. И мы потом поехали по счетчику. Это вообще за копейки. А по счетчику и говорю. По счетчику всегда. Надо обязательно, чтобы они его включали. Потому что у меня была ситуация. Мы сели там с друзьями. И все. Они там уже 100 назовут за несколько километров. Ну вы просто бухие были. Нет. С рынка ехали. С авоськами. Да, здесь это важное. Счетчики должны работать обязательно. Мне кажется, вы не представляете на ощущение, что мы вот сейчас зашли в торговик. Нормально? Плюс. Мы сегодня на море подобгорели даже немножко. Все красивичие вообще. Ноги? Помыть ноги. Ну это да, там примем душ, я не знаю. Красава. Торговики перекусили немного. И в итоге сейчас выдвигаемся куда-то в кафешку, в кондитерстве. Где можно заказать торт. Вот. И, как говорится, с тортиком отметить Совкина день рождения. Отправляемся на двух машинах. Вон ребята идут. Да, да, да. А то здесь маки, прикиньте, нет молочного коктейля. Мы так расстроились. Вот терпеть не могу большие города. Вот за вот это вот все. Вот тебе надо 3 километра проехать. Но ты будешь эти 3 километра ехать час, блин. И Анталия, конечно, не исключение. Пробки здесь конкретные. Да, мы же как в Краснодаре. Доехали мы до кафешки. Правда, пока я не знаю, как она называется. Надо Мирошку вытащить. Давай, Мирош, иди к папе. Пойдем к папе. Давай. Опа. О, молодец. О, тротуар, бегите. Ага. Вот так вот. Оп, 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 оп. Все, закрылось. Так, осталось только ребят найти. И вообще здесь ли они. А где Артем-то? Я даже не знаю. Так вот мы их и нашли. Они тут, оказывается, прям рядом-рядом были. Вот кофей. Мофей. Бери все. Ой, Слава, у нас тут такой серьезный выбор. Бери все. Слушайте, а какое крутое заведение. Ребята, если вы любите сладости, скажем, и мы, сорян. Не могу вам не показать. Буду вас дразнить сейчас через камеры. Вай-вай. Смотрите. Какая вкуснота. Здесь, короче, куча всего. Вот как оформлены. Какие весы. Хо-хо-хо-хо. Да. Прикольно. Турецкие сладости. Так. И есть даже, кстати, выпечка. Можно еще чем-то подкрепиться. И вы тут, пожалуйста, столик. Ну, прикольно. Ладно, сейчас что-нибудь закажем. Будем свечки, мечки, печки задувать. О, кстати, вот еще что-то какое-то. Ва-а-а. Какое вкусное все. Вот это да. Все, мы тут, видите, накрывается поляна. Хочу сказать, что ценники здесь комфортные. Вот смотрите, у нас вышел торт. Чай какой-то там буробора. Обычный чай, кофе. Амирошки и молочко. И все это дело на 400 лир вышло. Как вы думаете? Нам тут накрывают. И вот это, походу, тарелки. Представляете? Вот это тарелки. Мы с одной поедим. Да, окей. Два чая там вообще. Тут и мед, короче, приносит. Подождите, подождите, сейчас. Главное от Мирошки подальше. Мироша, Мироша. Это дитя Мирошки. Зажигалку. Зажигалку. Давайте. Ри-ри-ри. Улыбаться всем. О, какие хорошенькие. Кто не улыбается, для того фотография будет близко. Вот так вот. Подождите, сейчас мы это сделаем. Фоточку сделаем, свечечку. Вот-вот, задувай свечку. Задувай свечку. Свечку задувай. Вот она, вот она свечка. Вот она свечка. Огонь горит. Желание. Желание. Подожди. Подожди, папа, сниг на память. Мы не расставались. Не надо, Тём. Родик, Родик. Не надо. Тём, давайте. Ура. Добрый день. Добрый день. Ну что, сейчас самый ответственный момент. Нужно разложить торт. О, а я-то думал, он весь из вот таких вот. А он внутри. А он, ну, сейчас Мироша тебе положит, подожди, пожалуйста. Вот это поворот. Отстоял. Так надо сходить, ещё кипятка долить. Слав, пожалуйста, сходи, кипятка налей в чайнике бесплатного. Официантом был же ты. Я снимаю. Я сегодня на работе. Теперь ты. Я сегодня на работе, а ты вот. Классно, ездить с блогерами вообще красота. Я делаю контент памяти для твоей дочери. Я говорю, Ань, отлично, ты занимаешься большим делом. Тебе нужен будет такой ролик? Конечно. Я тебе его продам. Я знаю. Я знаю, вы блогеры и все такие продажные. Да. Все. Маленький. Ну всё. Детки разъезжаются. Но скоро увидимся обязательно. Ну что, Тёма, поздравляю ещё раз Софийку и с днём рождения. С днём рождения. С днём рождения. Иди, скачай. Пока. Пока. Подождите. Как круто ехать домой в Кемер, потому что, посмотрите, какая здесь природа. Камера не передаст высоту вот этих всех гор, но они действительно очень и очень масштабные прям. И у нас, кстати, уже закат даже прошёл. Солнце завалилось за горы. Сейчас, наверное, здесь. А, ну вон там видно, да, они раскрашивают уже. В общем, классно. Такое вот, видите, у нас сегодня очень и очень насыщенный денёчек получился. Ну всё, друзья мои, буду ехать, не отвлекаться, уже теменеет. Буду с вами прощаться. Не забывайте, что все важные и нужные ссылки и контакты есть в описании к этому видеоролику. Поэтому заходите, переходите, сохраняйте. Возможно, что-то понадобится вам не сейчас, потом, но зато в вашей телефонной книге будет этот контакт. Также не забывайте про кнопку «Стать спонсором канала», открывать для себя удивительный, интересный контент, который будет только у вас. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, если ещё не поставили, пишите комментарии и до нового выпуска. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok